Книга «Открытым оком», 15-й том, тема молитвам. Вопрос 2916. Нужно ли молиться за предателей, отступников? Как к ним относиться? Проклинать или молиться о их здоровье? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытарим? Предателей и отступников обязательно нужно безвредить, распыть истущность. Чем они занимаются? Какими словами поносят нас, чтобы и прочие их опасались, не доверялись им? Третья Иоанна, 1, с 9 по 10 стихи. Я писал в церкви, но любящий первенствовать, у них диатреф не принимал нас, посему если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем. И сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. Если же это просто вредители, то и тогда не нужно их под вымышленными именами скрывать, но нужно и других остерегать от общения с ними. 2 Тимофею 4.14. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Деяние 19.24. Ибо некто серебряник именем Дмитрий, сделавший серебряные храмы Артемиды, доставляющие художникам немалую прибыль. Везде замешана коры, 3 Иоанна 1.12, а Дмитрий засвидетельствовал на всеми и самою истинною свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство ваше истинно. У меня именно так и было, и тоже с Дмитрием Геннадьевичем Дружининым и Александром Георгиевичем Мухой. Оба были в общине нашей и сделали злейшими поносителями. Соединились с лютыми врагами и выступали в суде против меня и общины, ушли к велитикам. Благо тогда еще в судах встречались порядочные судьи, которые позволяли опускать очернителей, и процессы были выиграны нами. Мы всегда молимся о них, но ни проклинать, ни желать им здоровья мы не можем, а молимся только о том, чтобы они не сошли в ад, уготованный предателем и отступником от истины. Евреям 6.4.8. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благо глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние. Если мы не простили из-за того, что мы их не простили, то что значит наши обиды, ущерб, понесенный от врагов? Да так легко их простить и обнять, только бы они пожелали вернуться ко Христу и выставить в православную церковь. А сколько хорошего, а столько хорошего было у них здесь. Так, 18 октября 1991 года Дружинин писал ректору Алтайского государственного технического университета Евстигнееву ВВ заявку. Прошу разрешить не использовать свободную вечернее время аудиторию для организации изучения Священного Писания, Библии и Священного Святоотеческого Предания Православной Церкви под руководством православного проповедника. Игнатия Тихоновича Лапкина в подписи на бумаге «По возможности и встигнея флешпагинга» разрешаю, не возражаю, согласен, куда, что делось. Я сам отяготил себя грехами, я над собой самим свершаю суд, я буду побивать себя словами, как из прощи камнями дверь обьют. Я в мире жил и нагрешил премного, и ныне я вступаю в смертный бой, как некий враг с врагом во имя Бога. Я насмерть буду биться сам с собой, в закрытых мной пороках и желаниях, и помыслах, в которых был лукав, винюсь, как в совершенных, совершенных злодеяниях. Перед тобою на колени пав, молясь тебе живу единой верой, что ты, который милосердней всех, свою отмеришь милость той же мерой, которой мерю я свой тяжкий грех. И мне ты не откажешь в подаянии, и чем неизлечимый мой недуг, тем больше искусства врачевания ты явишь мне, и я воспряну вдруг. Чем больший долг простишь ты мне с любовью, чем милосердней будешь и щедрей, тем истовей польется словословие мое, как притчи праведной твоей. О, Господи, в тебе одном спасение, даешь ты справедливость нам в дарении, лишь от твоей десницы обновления, и силы нам от твоего перста, от милосердия нам искупления, от лика вся темная красота, от твоего чела нам озаренье, от твоего дыхания вдохновенье, от твоего участия доброта, от твоего илея умиления, от знамени благое разумение, что наши скорбь и радость все счета, лишь ты даруешь освобождение от страха, от преступного сомнения, ты вкладываешь слово нам в уста, достоин ты земного восхваления, лишь ты один вселенной красота, все миресущая, все поколения, возносят к небесам тебе моления, молитва наша свята и чиста. Аминь. Григорий Нарикассер